Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игре Кэтс. Сегодня я дошёл, наконец-таки, до 24 этапа. Тут вообще, на самом деле, очень странно получилось. Я, короче, играл своей нормальной тачкой, потом я поставил вот эту тачку для набивания, получается, коронок, и я всё равно остался на пятом месте и смог спокойно перейти в новый этап. Это, на самом деле, было очень смешно, то, что такой тачкой на самом последнем этапе я смог спокойненько перейти. Это очень даже классно. Сейчас, ребята, у меня нет особо какой-то мощной машинки, у меня есть вот такой вот титан с достаточно хорошим уроном, и вот такая вот пирамида, у которой просто 458 тысяч здоровья. Я бы, на самом деле, смог бы сделать ещё больше, если бы я прокачал вот этот корпус, но вы просто посмотрите, здесь импульс на пирамиду плюс 100 здоровья. Потом, получается, колесо на пирамиду плюс 100 здоровья, и, ну, плюс 100% имеется в виду, и ещё одно колесо на пирамиду тоже плюс 100% здоровья. Просто все, вот эти три детальки легендарные, и все они на здоровье для пирамиды. Это просто полная жесть, и я не знаю, как мне так повезло, то, что всё это выпало именно для пирамиды, и на самом деле очень прикольно. Вот это вот количество хп, это для меня пока что на данный момент самое максимальное, сколько раз я не играл. Что сегодня мы, ребята, будем делать? В общем-то, смотрите, что такого прикольного я сегодня придумал. В общем-то, сейчас я куплю, пожалуй, все маски, которые можно купить за золото. Просто на те маски, которые можно купить за кристалл, у меня пока что не хватает. Если вам понравится, как я куплю вот эти все маски, на самом деле, я не знаю, может быть, всё-таки реально кому-то интересно будет посмотреть, как я буду покупать все маски за золото, то я попробую накопить кристальчики для того, чтобы купить все маски, которые за кристаллы, и их тоже куплю на видосик, если этот ролик, ну, вам понравится, и вы этого захотите. В общем-то, сейчас мы что сделаем? Мы, пожалуй, сейчас вот этой вот машинкой немножечко схитрим, мы наберём, пожалуй, немножечко, получается, ящиков и набьём для них коронок, потому что сейчас мы перейдём, если в престиж когда, то у нас там уже не будет такой тактики для того, чтобы набивать, получается, спокойно коронки, так как у меня не будет слабого корпуса для мощной оружки. Вот, у меня будет просто слабый корпус и слабая оружка, и тут уже ничего не поделаешь. А сейчас мы можем быстренько накопить и немного схитрить, потому что все сундуки остаются, и когда у меня что-то будет не так, я смогу вот этот вот ящик, супер ящик, открыть, тогда, когда у меня будет не очень что-нибудь с деталями, и я не смогу перейти в следующий этап. Так что пока что давайте мы по-быстрому всё это наберём, и потом уже нужно будет прикупить, получается, все маски и отправиться в престиж. Маски, конечно же, у нас все сохранятся, и это, на самом деле, очень классно, то, что ты находишься до 24-го этапа чемпионата, там у тебя реально куча денег, ты можешь за эти деньги спокойненько закупиться, короче, вот этими масочками, и перейти просто на первый этап чемпионата в престиж, и тогда уже у тебя будет всё просто окей, и всё будет просто на изи. Так, тут у нас мощный чувак, этого пропускаем, вот этого давайте с ним сыграем, убиваем, отлично, ищем ботов и пытаемся набить вот эти вот коронки. У нас, получается, в чемпионате уже скоро будет переход, но, блин, это не классно, я бы хотел то, что у нас бы скоро лига заканчивалась, и там у меня как раз-таки... Ох, какая классная конструкция! У нас там как раз-таки выпадал бы легендарный сундук. Ну да ладно, в общем-то, обойдусь пока что. Ещё посмотрите, у меня уже тут для 24-го этапа максимальное количество рейтинга, и из-за этого я именно решил уже перейти в престиж, так как я не люблю, когда у меня рейтинг максимальное количество, и я просто так играю, и у меня ничего не копится, это очень тупо. Вот, так что сейчас мне уже нужно будет прикупить все маски и уже отправиться в престиж, и будет очень-очень классно. Престиж у меня уже второй, кажется... Блин, зачем я этого пропустил случайно? Престиж у меня уже второй, кажется, будет, но, на самом деле, скажу вам честно, ребята, то, что, когда ты переходишь в престиж, то намного-намного легче пройти вот эти все этапы. Вот здесь вот, смотрите, я просто фанился, считайте, вот тут вот, очень быстро всё мгновенно переходил, вот здесь вот у меня начались моменты, когда мне было вообще абсолютно пофиг на то, что я буду переходить или нет. Мне самое главное было выполнять там челленджи, снимать для вас ролики, мне было пофиг на переходы. Вот, здесь 10-11 этап, даже на 10-м я несколько раз не переходил, и потом вот я уже нормально начал играть, и вот посмотрите, просто всё практически мгновенно. И всё это практически я сделал на ролике. Это было, на самом деле, очень круто, но всё это как-то легко получилось, и вот можно из этого сделать вывод, как бы то, что всё-таки с первым престижем играть гораздо легче, чем когда ты только начинаешь, там вообще очень-очень сложно. А уж с дальнейшими престижами, наверное, ещё легче играть, это уж ещё понятно, там навыки вы ещё прокачиваете, и вообще всё очень-очень просто. Ладно, давайте по-быстрому сейчас мы всё это наберём, не буду много болтать, просто уж я люблю разговаривать, чтобы в ролике не было тишины, я не молчал там, ни нукал, ни экал, просто буду говорить что-то, и всё. Так будет, на самом деле, получше, чем я буду просто молчать и набивать здесь рейтинг. Давайте ещё немножко, ну не рейтинг набивать, а коронки, рейтинг-то я набить не могу, у меня этап максимальное количество для моего сейчасшнего этапа. Так, 69 побед, и сейчас ещё одна, и как раз у меня будет коронка. Ну у меня, блин, скоро откроется сундук, на самом деле, и я даже не знаю, всё-таки, может быть, набить на него. Может быть, я просто сейчас на паузу поставлю, быстренько наберу, и потом мы уже продолжим покупать шапочки. Я думаю, так, наверное, лучше будет. Просто я просто сейчас набиваю, как бы не особо интересно, наверное, смотреть. Давайте я сейчас всё-таки поставлю паузу, и когда я уже набью полное количество вот этих вот коронок, я уже тогда продолжу, и вместе с вами мы продолжим покупать шапки. Купим все шапочки, и всё будет просто окей. В общем-то, ребят, сейчас вернусь. Итак, ребята, мы продолжаем. В общем-то, я набрал коронки для всех сундуков, и теперь мы можем начать продавать вещички для того, чтобы купить все маски, которые у нас за денюжку. Потом также можно будет купить тоже вот эти вот, как это, расцветки кожи, или что-то в этом роде, тоже за монетки. Так, вот это купим сразу, да, у меня сразу хватает. А сейчас мне нужно пойти попродавать что-то. Хотя давайте купим то, на что у меня сейчас хватает на данный момент. И вот как раз-таки, смотрите, у меня как мало денюжек осталось. Прямо ровно. Вообще. Так, теперь мы начнём продавать что-ли вещички, которые мне не нужны. Давайте посмотрим. Здесь огромное количество просто корпусов у меня. Я их пока буду, наверное, продавать. Вообще лет сто пройдёт. Так что давайте начнём, что ли, что ещё делать. Давайте начнём вот отсюда, пожалуй. Сейчас всё мы это продадим. То, что нам не нужно. И потом у нас уже будет точно хватать на то, чтобы, получается, прокачать все наши тачки. Если честно, мне кажется, если я продам все мои корпуса, которые у меня накопились, то у меня будет так много денег. Это просто жесть. Может быть, я даже побью свой рекорд в 14,5 миллионов. Но я, честно, это всё продавать не буду. Мне, на самом деле, это лень делать, так как их очень много. Их реально очень много. Я не продавал ни одного корпуса за всё время, короче, пока они мне выпадали. Вот весь вот этот вот второй престиж, ну, первый, лучше так сказать. Я, получается, вообще ни одного корпуса ни разу не продал, никуда не влил. У меня всё, оно сохранялось. И вот, считайте, все корпуса, которые мне выпадали, я ни разу не продал, ни разу не влил. И вообще у меня их просто, ну, сами понимаете, очень много должно быть. Так что пока я буду их сейчас продавать, это просто будет капец как долго. Их будет реально много. Тут у меня даже легендарные, вон, классики есть деревянные. Так, деталь пятого уровня. Ну да, продаём уж. Куда она мне нужна-то? Для чего? С деревянным корпусом я пока что ездить не хочу. Окей, в общем-то, это продаём. Всё. Тоже мне это не нужно. И, на самом деле, ребят, я подумал, у меня есть одна очень интересная мысль. Я, наверное, сегодня в престиж переходить, ну, наверное, не буду. Я просто сейчас куплю маски, потому что мне нужно пока что остаться на двадцать четвёртом этапе, так как я хочу кое-что сделать интересное перед тем, как я перейду, короче, в престиж, во второй. Потому что, ну, мне хочется эту идею всё-таки воплотить, потому что я уже давно хотел, просто я про неё забыл и сейчас вспомнил. И вот вам говорю то, что сейчас мы, наверное, всё-таки не сможем перейти в престиж, так как мне пока что, ну, всё-таки хочется побыть в нём и сделать кое-что для вас интересно, снять ещё один ролик, и потом уже я реально на видео отправлюсь в престиж, и там уже посмотрим что-нибудь интересненькое. Попробуем пройти сразу 10 этапов мгновенно, просто на одно видео, будет тоже очень прикольно. Так, ну чё, блин, это очень долго продавать, давайте лучше здесь продадим карбоновые детальки, которые мне не нужны, и от них будет гораздо больше денюшек. Так, вот это продаём, всё сейчас, короче, продадим практически, что мне не нужно. Все слабенькие, все вот эти вот пилы, которые мне не нужны, которые я вообще ни разу не использовал, всё это мне просто не нужно, особенно на карбоновых этапах, вообще кому нужны эти пилы? Это просто жесть. Если только какие-нибудь легендарные, там супер-жёсткие на ХП, тогда супер-классно, ну, блин, которые обычные, ну их просто сразу на продажу. Немножко что-то подлагивает, когда эти монетки летят, на самом деле, эмулятор, но надеюсь то, что вам это не сильно мешает. Ну вот я вижу, сколько ФПС в этот момент, ну реально очень мало. Так, это продадим, для Титана тоже продадим, это что у нас, для Лунохода. Ну она такая неплохая, но не знаю, наверное тоже сейчас продадим всё-таки. Ну не знаю, короче, посмотрим. Так, это для кометы мы выкинем, и пирамида, 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 ну оставим. Теперь посмотрим, что у нас по колёсам. Все колёса, которые у меня ниже двух звёздочек, все продадим. Ну и две звёздочки тоже, включительно, короче. Всё, это тоже продаём, потом это, это, ох, капец, как у меня много всё-таки деталек, это жесть просто. Это тоже продаём, легендарное, кстати, у меня есть колесо, ну я его оставлю, пусть пока что будет. Потом, если что, уже до конца продам, если денежек не будет совсем хватать. Потом вот этот ролик продадим, и всё. Остальное можно, ну вот это тоже надо продать. И смотрим, что у нас здесь. Здесь тоже можно вот это продать, это что у нас для близнецов, тоже продадим, это тоже продадим, не нужно мне это всё. Так, потом, что ещё двух звёздочек? Вот это. Ну всё, теперь у меня есть два миллиона, я не знаю, хватит у меня, конечно, на покупку всех масок, но всё-таки давайте посмотрим. Надеюсь, всё-таки то, что хватит. Это покупаем, очки такие модные купили, потом обычные очки купили, дальше шлем покупаем. Можно на самом деле сам, ну вот прям назад, но что-то здесь как-то не перематывается, что ли, непонятно почему. Просто самое начало кидает, всегда это не очень удобно. Потом пиццу купим на голову, почему бы и нет. Сейчас, короче, всё купим, это на самом деле очень классно будет. Если у меня будут все шляпы, которые за монетки, ну за золото, это вообще будет просто офигенно. Ох ты, горячие 70-е, прикольная шляпа. Давайте-ка попробуем. Оу, я ещё и негр в подарок, ну что-то не очень как-то смотрится. Я чёрный котёнок, негритёнок. Так, потом ведьму. Ого, кстати, уже дорогие шляпы пошли, если честно. Так, котонатор, 320 тысяч. Так, что у нас там дальше-то за монетки? Цветочек на голову, кепка какая-то. Ну всё, уже денежки практически закончились. А, нет, за 4 тысячи кепка такая дешёвая, а хотя там так далеко. Ну просто они постепенно, все эти вещи открываются с этапов, получается, и вот в итоге получается то, что всё-таки там же некоторые шляпы со вторым престижем открываются, вот как раз-таки они на начальных этапах, из-за этого такие дешёвые. Так что давайте мы сейчас их потихонечку все купим, и у нас потом будут все шляпки. Чё, дайте посмотрим, это модно будет для нашего котёнка. О, да. Особенно он такой ещё лысый, это так смешно выглядит. Вообще. Так, чё, листаем дальше. Все шляпки за кристалл у меня пока что не куплены. О, крокодилевая шляпа. Отлично. Блин, почему он не мотается с самой назад? Почему эта кнопка тут недоступна? Это очень странно. Так, парик. Отлично. Идём дальше. Что у нас тут? Космонавт 156 тысяч, и потом у меня ещё на что-то должно хватить, это точно. Ещё на одну шляпку, наверное. Пинсне ещё остаётся, но сколько оно стоит? Давайте посмотрим. Оно, наверное, стоит дороже, чем у меня из денюшек. 279. Немножко буквально не хватает. Давайте сейчас я по фасту тогда что-нибудь продам такое ненужное мне. Так, вот это колесо можно продать, вот это, и как раз теперь у меня должно хватить. Так, где шляпки-то? Ага, вот здесь. У меня так... А, вот сейчас работает, кстати, сейчас работает, но всё равно не до конца перематывается, потому что всё-таки половина у меня не открыта. И всё, теперь у нас куплены все шляпки, которые всё-таки доступны, за золото имеется в виду, но у меня не куплены шляпки, которые за кристаллы. Если вы хотите, чтобы я купил все шляпки из-за кристаллы, то тогда, ребята, пишите в комментариях, если вы всё-таки хотите, я реально попробую накопить это количество кристаллов и куплю просто все вот эти шляпы. Ну, тут реально просто, если посчитать, вот так, ну, достаточно дорого выходит, и на данный момент у меня не хватает, потому что я недавно считал, и мне нужно ещё немножечко поднакопить. Так что, ребята, если вы хотите, то я, конечно же, всё это смогу для вас накопить, сделать, и, конечно же, всё это куплю на видео. В общем-то, ребята, кому понравился этот ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ждите, скоро будет ролик такой интересненький, достаточно по 24-му этапу, я его сделаю. Если он вам понравится, то будет вообще замечательно, так что ждите, а после этого ролика уже можно будет спокойненько переходить в 20, во второй престиж, точнее. Вот, тогда уже можно будет продолжить играть и набивать рейтинг. Записать один ролик, который будет связан именно с 24-м этапом чемпионата, и уже посмотрим, что из этого выйдет. В общем-то, ребята, всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, всем огромное спасибо, удачи и пока-пока.